Великобритания Халатность или намеренная утечка? В Великобритании обсуждают попадание в руки журналистов документов о маршруте эсминца «Дефендер» через Черное море. Я не руководствуюсь в своем приговоре общественным мнением. Я не пытаюсь отправить этим приговором какое-либо послание. В США вынесен приговор бывшему полицейскому Дереку Шовену, из-за действий которого умер афроамериканец Джордж Флойд. Несостоявшийся кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико выступил с последним словом на суде по его делу. Но начнем с другой темы. В Москве и Петербурге сегодня зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса с начала пандемии. В Москве посещение ресторанов и кафе теперь возможно только при наличии прививки, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста. В Петербурге на фоне резко ухудшающейся эпидемиологической обстановки прошел праздник выпускников Алые Паруса. По городу гуляли толпы народу, хотя к больницам выстроились очереди из скорых, а пациенты лежат в коридорах. Врачи уверены, что при таких темпах, какими нарастает третья волна пандемии, этот праздник необходимо было отменить. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Накануне праздника Алые Паруса в Петербурге было зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса 99. Всего с начала пандемии в городе от COVID-19 скончались более 16 тысяч человек. Нельзя сказать, что во время праздника выпускников не было принято никаких антиковидных мер. Прийти на концерт на Дворцовой площади и гулять по набережным Невы, Невскому проспекту и прилегающим улицам имели право только выпускники и сопровождающие их учителя. Для всех остальных эти места были перекрыты. Кроме того, на время праздника отменили навигацию и закрыли доступ на крыши домов. Но, во-первых, выпускников в городе тоже немало – 40 тысяч, а во-вторых, какие-то небольшие катера все равно ходили по рекам и каналам. А у парадных стояли очереди из желающих попасть на крышу. И, наконец, у ограждений возле Дворцовой и Сенатской площадей, у Александровского сада вдоль набережных Невского проспекта и других закрытых для посещения улиц часами толпились выпускники, стремившиеся попасть на концерт и на гуляние. Да и другие жители города какими-то путями проникали в огороженные зоны. На многочисленных фотографиях и роликах, заполнивших социальные сети, видно, что толпы гуляющих состоят явно не из одних вчерашних школьников. Губернатор Петербурга Александр Беглов в своем выступлении перед выпускниками сказал «Это ваша победа! Город выстоит! Россия будет сильной! Такая ночь только раз в жизни!». Кульминацией праздника было прохождение по Неве Брига «Россия» и большой концерт на Дворцовой площади. В программе были также выступления на крыше Эрмитажа, на Комендантской пристани, на Троицком мосту, на Стрелке Васильевского острова. Концерт на Дворцовой выпускники слушали стоя плотной стеной без масок. Тысячи горожан, гулявших за чертой ограждения, вели себя точно так же. Они пели песни и всячески веселились без масок и без соблюдения социальной дистанции. Очень многие из них признавались, что решили приехать с окраин в центр города ради салюта. Даже это зрелище, традиционно собирающее огромные массы народа, городские власти не захотели отменить ради сохранения здоровья горожан. По словам профессора-инфекциониста, доктора медицинских наук, заслуженного врача Российской Федерации Алексея Яковлева, его коллега, имени которого он не хочет называть, прислал ему фотографии гуляющих толп со словами «Это алые паруса для школьников в Петербурге. Диверсия против молодых граждан России. Рассадник ковида». Сам Алексей Яковлев тоже считает, что время и для гуляний, и для чемпионата по футболу выбрано самое неподходящее. Я смотрю очень печально. Только что пришла вещь, что один из коллег, который ходил в фан-зону, скончался. Сергей Спицын, бывший главный врач пансионата, юный. И, несомненно, сведения о том, сколько финских туристов заразилось в фан-зонах, говорят мне о том, что профессионально надо было все массовые мероприятия отменять. Я не хочу говорить о фотографиях вот этого праздника, который для меня выглядел как в одном из известных фильмов. От рассвета до заказа карантина. Потому что вот эта гульба при условии, что были проблемы существенные с размещением пациентов уже, а болеют взрослые и дети, тем более все говорят, что помолодели пациенты. Поэтому, если честно, это безумие я даже не могу комментировать. А почему наши врачи не выступили против? Не было таких голосов или были? Почему были? Позиция врачей, она однозначна, профессиональна. Но дело все в том, что врачи не определяют эти решения. Я уже неоднократно говорил, что есть разные подходы. Есть законодательный подход, есть административный, есть профессиональный. И вот когда они совпадают, тогда более или менее все нормально. Если они не совпадают, тогда мы имеем самые различные последствия. Как вы считаете, что теперь будет-то? Даже не хочу обсуждать. Я хожу сейчас, консультирую пациентов в больницах и вижу, что происходит. Поэтому у меня, кроме грусти и печали, это ничего не вызывает. Мало того, количество врачей не безграничное. И врачи болеют тоже. То есть вы можете купить кровати, но некого будет лечить. Надо решать финансовые проблемы учреждений, чтобы у них не было долгов, чтобы у них не было просроченной задолженности, чтобы они своевременно успевали покупать лекарства все. То есть существует очень много организационных вещей, которые в итоге влияют на летальность в стационарах. Если они не решаются, то последствия, как правило, печальны. По мнению Алексея Яковлева, в такой обстановке нужны не массовые гуляния, а локдаун и массовая вакцинация населения. Между тем, городские власти уже около трех недель не публикуют полных данных медицинской статистики о развитии пандемии, о числе свободных коек и количество пациентов на ИВЛ. Германия уже внесла Россию в список стран, где распространяется опасный штамм Дельта. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург. Вы слушаете «Время свободы». Британские военные тщательно планировали прохождение эсминца «Дефендер» у побережья аннексированного России и Крыма и не исключали агрессивные реакции российского флота и ВВС на действия британского корабля. Это следует из конфиденциальных документов британского Министерства обороны, попавших в руки журналистов BBC, после того, как они были обнаружены на автобусной остановке в графстве Кент неподалеку от Лондона. В Министерстве обороны Великобритании признали факт потери документов и заявили, что проводят расследование. Там фактически подтвердили подлинность информации, которая цитируется в публикации BBC. В Минобороны считают совершенно нормальным то, что военное ведомство тщательно планирует свои операции. О том, было ли попадание документов в руки журналистов результатом халатности или спланированной утечки, я беседую с лондонским политическим аналитиком, писателем Андреем Остальским. В такой стране индивидуальных свобод, плюрализма, как Великобритания, самые разные точки зрения высказываются и на страницах газет, и особенно в соцсетях. И есть достаточное число людей, которые склоняются именно вот к такой теории заговоров, к тому, что, наверное, это все вот так хитро продумало британское правительство. Вспоминают даже знаменитую операцию «Мясной фарш». Это, напомню, в 1943 году весной подбросили труп бродяги, какого-то переодетого в курьера военно-морских сил Великобритании, к берегам Испании. На нем нашлись вот документы, секретные якобы документы, из которых явствовало, что союзники высадятся в ближайшее время в Греции. Конечно же, это был обман, потому что, на самом деле, они собирались высаживаться в Сицилии и в Италии, в основном материковой Италии. И Гитлер поверил вот этой дезинформации и перебросил значительную часть своих сил в Грецию. Это считается одной из самых успешных операций в истории мировых спецслужб дезинформационных. И, конечно же, вот есть люди, которые вспоминают даже это. Говорят, может быть, действительно все продумано, изготовлены эти фальшивые документы, подброшены, BBC их получила, BBC их опубликовала. Выглядит это все достаточно правдоподобно. Хотя опыт мой жизненный, в том числе и долгих лет жизни в Великобритании, свидетельствует о том, что чаще и вероятнее это вот какие-то недоразумения, дурацкие ошибки человеческие стоят за подобными случаями, чем тщательно продуманные и успешные операции дезинформации разведки. Все может быть. Я не берусь на 100% утверждать вовсе, что надо верить буквально тому, что нам сообщается, официальной версии. Может быть и нет. Тогда браво. Тогда я готов просто аплодировать британским спецслужбам и Министерству обороны. Все это, кажется, возымело действие. Все это было всерьез очень воспринято в Москве. Хотя сейчас, наверное, Москва, послушав нас, решит тоже, может быть, и не стоит на этот крючок попадаться. Все может быть. Я, как писатель, вообще, когда обо всем этом услышал, представил себе другой сценарий. Я вообразил, что какой-то сотрудник Министерства обороны, штатский, как известно, не военный, но имеющий доступ к секретам, выкрывал эти документы, стремясь их просто перепродать той же российской разведке или китайской разведке, еще кому-то, скорее всего, конечно, российской, потому что России касается, и получить за них большие деньги. Но потом понял, что не получается, контакт у него с российскими спецслужбами не выходит, безопасный, испугался и выбросил их куда-то в панике, а кто-то их потом нашел и передал BBC. Такой сценарий нарисовался у меня в голове, но он, конечно, еще менее правдоподобный, чем тот, о котором только что мы говорили, предполагая хитрую многоходовую комбинацию, разработанную и блестяще осуществленную британским министерством обороны и военной разведкой. Скорее всего, вот три у нас таких возможных сценария. Мне представляется более всего вероятным просто вот дурацкая человеческая ошибка. Похожая, хотя не в этих масштабах, происходила уже. В автобусе забывали секретные документы, забывали прикрыть рукой документ, очень чувствительный для правительства. Кто-то из министров забыл это сделать, это было сфотографировано, опубликовано в газетах. В общем, раз в несколько лет что-то вот похожее случается, хотя, должен признать, в данном случае просто масштабы поражают, как много документов и в какой момент, и как все это произошло. И вот какой-то вот британец, решивший остаться анонимным, нашел за автобусной остановкой документы, передал их BBC, решил, что надо, чтобы журналисты опубликовали, рассказали публике об этом случае. Но так ли это или нет, мы, конечно, до конца не узнаем, хотя власти продолжают настаивать на официальной версии. И даже сообщается, что некий высокопоставленный чиновник, гражданское лицо Министерства обороны признал, что он потерял значительную часть вот этих секретных документов. Правда, тут есть расхождение между тем, что он признает, и тем, что найдено. Многие газеты об этом сообщают, со ссылкой на источники в Министерстве обороны и в Уайт-Холле. И может быть, он просто что-то еще утаивает, этот человек, а может быть и нет. Вызвана военная полиция Министерством обороны, значит, это официальное следствие. Этому человеку, скорее всего, будет предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления, именно нарушении закона о государственной тайне. Он наверняка давал подписку. Ну, это вот все официальные версии. И имя вот этого человека, разумеется, не называется. Имя этого человека не называется, его и нельзя назвать, пока идет следствие по закону. Будет интересно, конечно, узнаем ли мы его когда-либо. Потому что если узнаем, то это как бы в какой-то мере послужит доказательством того, что официальная версия верна. Если мы его не узнаем никогда, то эти сомнения останутся с публикой, и по-прежнему люди будут говорить, что-то здесь не то. Ну, если говорить о том, что не то, все-таки вы начали с того, что не исключена возможность дезинформации, некой многоходовки, в результате которой российская сторона будет дезинформирована. А вот такой вариант, что кто-то поставил гриф секретно на не самых секретных документах, но которые показывают политику британскую в отношении аннексированного Крыма, в отношении присутствия военного в Крыму, и, в общем-то, таким образом проинформировал именно российскую сторону о том, насколько твердо Лондон сейчас относится ко всем перипетиям там. Вот такую версию вы не рассматриваете? Почему же нет? Но это все равно будет тогда спецоперация, направленная до информирования или дезинформирования, можно спорить об этом термине, но о том, чтобы представить российским властям соответствующую информационную версию, которая может полностью соответствовать действительности, частично ей соответствовать, это уже отдельный вопрос. В любом случае тогда это вот такая хитроумная, многоходовая комбинация, проведенная с участием, видимо, каких-то специальных служб. Возымела ли она действие, вот мы до сих пор не знаем. Возымеет ли она действие когда-нибудь, мы, может, не узнаем никогда. Но да, вот подозрительно кажется многим, и действительно очень низкий уровень секретности, который был проставлен на документах, касающихся именно случая с эсминцем Defender и с конфликтом вокруг Крыма. Да, это примерно для служебного пользования, то есть, ну, такой почти не секретный, слегка такой секретный документ. Вот что любопытно, правда, может быть, это тоже остроумнейший какой-то прием, прикрытие, что вместе с этим нашли и красный конверт, на котором, наоборот, одна из самых высших форм секретности была проставлена for UK eyes only, то есть только для британских глаз, или это примерно соответствует совершенно секретно. Но дело в том, что там содержались вроде бы очень чувствительные документы, касавшиеся положения в Афганистане, сотрудничества британцев с американцами там, возможности того, что какая-то часть британских войск в Афганистане останется после ухода американцев. И BBC журналистам показалось, что некоторые из этих документов настолько серьезную информацию сообщают, что нельзя допустить публикации этих документов. И, соответственно, об этом журналисты BBC заявили, что мы не будем разглашать самое чувствительное из того, что в этом конверте содержится, боясь просто причинить вред британским войскам и вообще перспективам поддержания мира в Афганистане. Вот насколько готово было бы британское военное командование на то, чтобы рискнуть разглашением вот такого рода документов, подбросив их заодно в качестве прикрытия на автобусную остановку, я вообще с трудом такое себе могу представить. С другой стороны, конечно, насколько мы можем быть уверены в том, что эти документы подлинные. Может быть, это все подделка. Вот когда я говорил о дезинформации, о том, что здесь есть дезинформационный элемент, то тогда это, конечно, относится именно к такого рода сценарию. Моим собеседником был лондонский политический аналитик Андрей Остальский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» далее в выпуске. Изыскания провели под дамбу, потом деньги неожиданно пропали. Сейчас делают дамбу силами жителей села. Жители деревень в Амурской области считают отсутствие заградительных сооружений причиной тяжелых последствий наводнения в регионе. Но об этом позже, а сейчас в сообщении Соединенных Штатов, где бывший полицейский Миннеаполиса Дерек Шовен приговорен к 22,5 годам лишения свободы. Напомню, что в мае прошлого года Шовен применил при задержании афроамериканца Джорджа Флойда удушающий прием, который повлек за собой смерть Флойда в больнице. Приговор воспринят сторонами на процессе со смешанным чувством удовлетворения и разочарования. Тему продолжает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов. В американском судопроизводстве вынесение приговора отдельная стадия судебного следствия. Суд заслушивает новых свидетелей, представленных сторонами следствия. Первым свидетелем обвинения стала 7-летняя дочь Джорджа Флойда Джоанна. Она давала свои показания в видеозаписи. Если бы ты могла сказать что-то своему папе прямо сейчас, что бы ты сказала? Я по тебе скучаю и я тебя люблю. Защита представила своего свидетеля, мать подсудимого Кэролин Пауленти. Мне было трудно слышать и читать то, во что верили пресса, публика и обвинения, что Дерек – агрессивная, бессердечная и равнодушная личность. Это далеко от истины. Моего сына также изображают расистом. Я хочу, чтобы этот суд знал, ни одно из этих утверждений не соответствует действительности. Мой сын – хороший человек. Судья Питер Кэхилл, прежде чем огласить приговор, счел, нужно подчеркнуть, что он не находился под каким бы то ни было влиянием и не руководствовался собственными чувствами. Приговор не основан на эмоциях или симпатии, но вместе с тем я признаю и чувствую боль, которую чувствуете вы. Я признаю боль не только тех, кто находился в этом зале, но и тех, кто находился снаружи. Больно было всему графству Хеннеппен, штату Миннесота и даже всей стране. Я не пытаюсь мудрствовать или умничать, потому что это неподходящий случай. Я не руководствуюсь в своем приговоре общественным мнением. Я не пытаюсь отправить этим приговором какое-либо послание. Обязанность судьи состоит в том, чтобы применять закон к конкретным фактам и исследовать каждое конкретное дело. Вскоре после оглашения приговора журналистам представилась возможность узнать мнение президента Байдена. Господин президент, какова ваша реакция на приговор Дереку Шовену? Я еще не имел возможности узнать, что произошло. На какой срок его приговорили? 22,5 года. Я не знаю всех обстоятельств, которые были рассмотрены, но мне кажется, наказание подобающее. Со специальным заявлением по случаю окончания судебного процесса выступил генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон. Я надеюсь, что Дерек Шовен использует свой долгий срок для размышлений о выборе, который он сделал 25 мая 2020 года. Я надеюсь, что он придет к осознанию того, какие последствия повлек этот выбор для Джорджа Флойда, его семьи, сослуживцев Шовена и для всего мира. Я надеюсь, что он использует это время для того, чтобы узнать кое-что о человеке, чью жизнь он отобрал, и о движении, которое поднялось, чтобы воззвать к справедливости после пытки и смерти Джорджа Флойда. Дерек Шовен получил 22,5 года из 40 возможных. Семья Флойдов осталась недовольна слишком мягким, по ее мнению, приговором. Адвокат семьи Бен Крамп сообщил, что это еще не финал. Дереку Шовену предъявлены обвинения в совершении федеральных преступлений. Сегодня Америке предоставляется возможность совершить решительный поворот. Это самый суровый в истории штата Миннесота приговор, когда-либо вынесенный офицеру полиции. Но он не должен стать исключением. Это должно быть нормой. Если бы существовала настоящая справедливость, Джордж Флойд был бы сейчас здесь, со своей семьей. То, что произошло сегодня, это привлечение к некоторой ответственности. Но существует еще федеральное обвинение, и поскольку семья рассчитывает на максимальное наказание, мы также настаиваем на максимуме. Мы должны помнить, настоящее правосудие в Америке наступит тогда, когда люди не должны будут бояться, что их убьет полиция только из-за цвета их кожи. Известный лидер афроамериканцев пастор Эл Шарптон в своем выступлении обратился к Богу. Все твои чадо что-то значат. Жизни черных имеют значение, потому что всех нас создал Ты. И мы будем хранить веру и стараться быть достойными своего места в мире и служить Тебе и воздавать Тебе хвалу. Во имя Твое просим благословения. Аминь. Члены семьи Флойдов, ее адвокаты и генеральный прокурор Миннесоты настойчиво призывали Конгресс принять закон об ужесточении ответственности полицейских за излишнюю жесткость при задержаниях и иные правонарушения. Законопроект одобрен Нижней Палатой, но Сенат его еще не рассматривал. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон. Послушайте время свободы. Бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который из-за ареста не смог зарегистрироваться кандидатом на выборах президента Беларуси в прошлом году, выступил с последним словом в суде. Бабарико, который считался самым сильным соперником Александра Лукашенко, заявил, что не может признаться в инкриминируемых ему преступлениях, потому что их не совершал. Белорусские власти обвинили Бабарико в получении взяток и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. Давайте послушаем заключительный фрагмент последнего слова Виктора Бабарико, встреченного бурными аплодисментами, присутствовавших на процессе. Наша жизнь это не стрим, когда вам нужно рвать либо выбрать и потом отдыхать, либо что-то сделать плохое, забыть и перетяжать какую-то дистанцию. Наша жизнь это марафон. Мы не знаем его длительность, но на этой дистанции мы всегда оказываемся в ситуации, когда приходится делать выбор, и иногда этот выбор будет тяжел, потому что в разных оборудах спустя, нет? У нас всегда есть два момента. Первое, мы всегда говорим, мы делаем плохо, потому что нас заставили, потому что нас попросили, мы решим заработать, мы дадим премии, мы понимаем, квартиры, должности и все остальное, но не это важно. В душе мы всегда говорим, мы это делаем не для себя, а ради наших детей, ради наших близких, ради тех, кем мы дорожили. Мы оправдываем себя, то, что мы жертвуем собой, ради нашей жизни. Так что я вам хочу пожелать всем, чтобы вы на любую часть этой дистанции, после любого вашего выбора, именно от этих людей услышали то же самое мнение, что им за вас не стыдно. Спасибо. Говорил бывший руководитель Белгазпромбанка, несостоявшийся кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарика. Приговор по делу Бабарика ожидается 6 июля. Вы слушаете время свободы. В Амурской области в результате наводнения пострадали не менее 800 домов и несколько тысяч приусадебных участков. Нарушено транспортное сообщение с 12 населенными пунктами. Всего наводнение затронуло не менее пяти районов Преамурья. С подробностями наш корреспондент в регионе Антон Лузгин. Чрезвычайная ситуация возникла из-за обильных дождей в Забайкальском крае и на севере Амурской области, что привело к наполнению бассейна Амура и его притоков. Уровень реки в районе Благовеченска превзошел отметки масштабных наводнений 1984 и 2013 года. И если в областном центре Преамурья вода не затопила весь город благодаря мощной бетонной набережной, то в других населенных пунктах жители оказались один на один со стихией. Пригород Благовеченска село Владимировка в 2013 году практически полностью ушел под воду. Власти затем обещали построить дамбу, но в результате спустя 8 лет люди вынуждены самостоятельно отстаивать свое село. Говорит житель села Владимировка Владимир Савинов. Никаких мер не было. Деньги отпущены, изыскания провели под дамбу, потом деньги неожиданно пропали, никто ничем не занимался, никто не обращал внимания и сейчас делают дамбу силами жителей села Владимировка и при том большинстве за свои деньги. Покупают технику, песок и все прочее. МЧС, конечно, ребята молодцы, вчера они дамбу делали песок, человек 25 было, они молодцы, хорошо помогали. Но не смогли, не смогли спасти. Слишком низкая дамба получилась. Накануне был полностью разрушен мост в селе Марково Благовеченского района, который соединял несколько населенных пунктов с областным центром Преамурья. Рассказывает житель села Редина Кугук. Работает переправа. Люди, кому нужно в город, добираются на лодках до какого-то определенного места, потом их кто-то забирает на машине и едут по своим делам. В поселке, у кого есть возможность, довозят здесь на машине до переправы. И забирает так же. Пока был мост, воду и хлеб привозили на фуре вот буквально два или три дня назад. Продуктов не было. А насчет моста, насколько я знаю, проблемы, по-моему, были. И здесь у меня такое впечатление, что они его плохо отремонтировали, его теперь просто смыло. Всем пострадавшим власти Преамурья обещает компенсации за потерю имущества и урожая, не дожидаясь окончания опаводка. На севере области в селе Черняево Магдагачинского района вода уже отступила. Но люди боятся возвращаться в свои дома. Из-за серьезных повреждений находиться там небезопасно. Антон Лузгин для Радио Свобода Благовещенск. Это был информационный дайджест Время Свободы. Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал Время Свободы. Ну а продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания. Студия подкастов Радио Свобода Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин